Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда. И вот главная тема. Никакого старья, а только новейшее качественное медицинское оборудование. Как обслуживают коронавирусных больных в Труновской районной больнице, узнавал Ярослав Лабин. В Ставрополе оборудовали новое медиапространство. Как изменилась библиотека имени Кашпорова? Екатерина Сегеда оценила изменения. Если у вас все еще нет новогоднего настроения, вам точно сюда. В Ставрополе открылась новая праздничная выставка. Подробности в сюжете Яну Лукошкиной. Детские новогодние елки на Ставрополье состоятся, но без участия родителей. Борьбу с коронавирусом обсудили на заседании Краевого координационного совета. Его провел губернатор Владимир Владимиров. Одной из тем стали новогодние мероприятия в школах и детских садиках. Владимиров рассказал, прошло онлайн голосование и большинство жителей региона считают, что без традиционных елок праздник будет ненастоящим. Так что их проведут, но в особом формате. Без родителей и с соблюдением всех обязательных мер профилактики. Мы это поддержим. И те люди, которые не хотят своих детей отправлять на данные меры, на данные новогодние празднования, всегда должно быть сохраняться право выбора без последствия. Хорошо. Медики районной больницы в селе Труновском уже 7 месяцев борются с коронавирусом. Первый пациент поступил в начале мая. С тех пор врачи не знают отдыха. Недавно в клинике оборудовали изолированные палаты. У каждой отдельный вход. Они рассчитаны на двух пациентов. Мельцеровские боксы для коронавирусных больных оборудованы вот такими специальными отсеками для передачи продуктов из зеленой зоны. В каждой палате есть по две удобных койки. Стоит новейший кислородный рециркулятор, который обеспечивает больных воздухом. И просторный санузел. Чистота все-таки залог здоровья. На территории больницы установили мощный газификатор. Он сможет подавать кислород каждые 60 коек. Старые баллоны с сожжатым воздухом больше не пригодятся. При поддержке губернатора со зверного фонда были выделены финансовые средства для заключения контракта по установке кислородного газификатора. Газификатор на сегодняшний день вводится в эксплуатацию и заключается контракт для поставки жидкого кислорода. Коммуникации уже подведены в каждый такой бокс. Но больные коронавирусом содержатся не только в них. Есть и такие, кто переносит болезнь в легкой форме и находится дома. Им тоже нужна медицинская помощь. В этом поддержку оказывают как сама больница, так и волонтеры. Волонтеры на сегодняшний день помогают доставкой лекарственных средств амбулаторным пациентам, которые получают помощь на дому. Врачи выписывают рецепты, они с рецептами приходят в учреждение. На базе нашего учреждения имеется социальная аптека, выдаются препараты. От коронавируса за время пандемии здесь вылечили 1300 пациентов. Именно благодаря работе медиков получается спасать жизни тех, кто столкнулся с опасным недугом. А с новым оборудованием лечение и вовсе будет проходить эффективно. Ярослав Лапин и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. А вот что способствует развитию мозговой активности, так это чтение. Подобрать себе книгу по душе можно в библиотеке. Кстати, в Ставрополе открылась одна такая, которая ломает все стереотипы. Там можно не только читать, но и смотреть фильмы, даже играть с детьми. Все подробности в следующем сюжете. Больше 10 лет назад я окончила школу на ботанике. И пока мы еще учились, многие внеклассные занятия проходили у нас именно в этой библиотеке Кашпрово. Если мне не изменяет память, вот здесь вот стояло два ряда со столами. Вот здесь стоял стол, за которым сидел библиотекарь. И уже вот с этого места начинались стеллажи с книгами. Заходить туда было запрещено. Могли ли мы представить, еще будучи учениками, что это место через несколько лет настолько преобразится? Конечно нет. Вместо деревянных стульев теперь мягкие, удобные кресла. Ходить можно по всей территории, а негласный закон о тишине больше не действует. Технологии берут свое. Достаточно загрузить приложение и навести камеру на ту страницу, которую хочешь узнать. Считается самым большим представителем среди всех крабов. Размах его ног может достигать трех метров. Все эти плюсы успел оценить и второклассник Егор. Теперь свободное время мальчик планирует проводить в библиотеке. Изменения произошли очень большие. Больше всего нравится, что тут вот такие вот компьютеры, что тут очень много книжек, что тут очень много интересных, тут очень много интересных авторов. И сегодня я планирую пойти в школу и всем рассказать. Даже самый притязательный читатель сможет выбрать здесь книгу по душе. Студентам ничто не помешает подготовиться к экзамену в лаунч-зоне и дошколята найдут занятия. Здесь более 6 тысяч читателей. Здесь книжный фонд, более 72 тысячи книг и более 100 тысяч книговыдачи в год. Поэтому мы решили сделать акцент на этой библиотеке. Здесь по площадям позволило мы сделали отдельно детский абонемент, большой, хороший, современный. Причем для разных возрастов, то есть от нуля до шести и выше. И здесь отдельно взрослый абонемент и отдельно даже компьютерная зона. Для людей с ограниченными возможностями перед входом в библиотеку оборудовали пандусы из безопасной нескользящей плитки. А для слабовидящих организовали специальную зону. Человек приходит или его приводят. То есть если слабовидящий приходит сам, если слепой, то его приводит поводырь. Сопровождающий. Он садится, если он хочет что-то почитать. У нас целая коллекция аудиокниг. Он выбирает книгу, садится, одевает наушники и спокойно прослушает то, что ему нужно. Современная мебель и оборудование, высокоскоростной интернет, бесплатный Wi-Fi, кинозона. И все это благодаря нацпроекту «Культура». В ближайшее время в Краевой столице станет больше таких модельных библиотек. Будем обновлять библиотеку 4 на Пушкино. Точнее нашли новое место. Там уже немного ветхое здание. Будем обновлять еще одну библиотеку. И в 2022 году будем подавать заявку на 2022 год на обновление библиотеки на Ворошилово. То есть мы уже разрабатываем дизайн-проект, чтобы было по такому же типу, виду модельная библиотека современная. Посетить обновленную библиотеку и провести время с пользой может любой желающий. Конечно, при соблюдении всех мер эпид-безопасности. А получили читательские билеты Екатерина Сегеда и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Книги позволяют делать невозможное. Например, совершить путешествие во времени, отправиться в прошлое и узнать, как готовились к Новому году 100 лет назад. Но теперь это можно не только представить, но и увидеть. В Ставропольском краевом доме народного творчества открылась новая выставка-коллекция новогодних игрушек. Как раньше украшали дома и елки, узнавала Яна Лукошкина. Традиция наряжать елки в России сложилась при Петре Первом, который позаимствовал ее у немцев. Причем тогда деревья наряжали яблоками, сахаром, вафлями и свечами. Позднее к елочным украшениям добавились привычные нам всем игрушки. Правда, сначала бумажные. Их мастерили дома самостоятельно. Вырезали, клеили, красили. Всем этим бумажным фигуркам, представленным в коллекции, более 100 лет. Самые старые елочные украшения, которые представлены в моей коллекции, это снежинки с личиками ангелов. Их делали вручную. Причем эти личики могли быть либо из папье-маше, либо керамические. Специально к первой кремлевской елке в 1936 году в России запустили производство игрушек из стекляруса и стекла. Создавали вот такие причудливые геометрические фигуры, дирижабли, самолеты. Их Александру также удалось найти и добавить в свою коллекцию. Но особая гордость автора выставки – этот стенд. Во время Великой Отечественной войны, как ни удивительно, но производство елочных игрушек и украшений не прекратилось. Но их делали в основном из отходов различных производств, в основном из проволоки. Вот звезда, можно сказать. Это из производства, допустим, телефонного провода. Есть здесь и красивейшие современные игрушки ручной работы. Собирал всю коллекцию Александр вместе с мамой и женой буквально по всему миру на протяжении 30 лет. Можно сказать, этот интерес был с детства, когда дома ставили елку, рассмотрел игрушки. Меня и тогда интересовало, а каким образом это все производится. Что-то дарили, что-то выменял, что-то покупал. Очень часто на блошиных рынках, в самых разных городах. В Ставрополе эта авторская выставка впервые. Открылась она в Доме народного творчества, где будет ждать посетителей до 31 января 2021 года. А погрузились в атмосферу праздника, волшебства и ностальгии. Яна Лукошкина, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Вот такие новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. Также мы ждем ваши вопросы на номер, который видите на экране. И мы постараемся на их ответить. Ну а сейчас прогноз погоды с моей коллегой Марией Никитиной. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Какая погода ждет нас в четверг, 3 декабря, расскажу прямо сейчас. В Ставрополе переменная облачность, без осадка. В днем температура плюс 4 градуса, ночью 0. В Изобилинском и Новоалександровском округах переменная облачность. Днем там плюс 7 градусов, ночью плюс 1. В Пятигорске и Минеральных водах пасмурная погода. Местами пройдут дожди. Днем плюс 3, ночью 0. В Кисловодске небольшая облачность. Днем плюс 6 градусов тепла, ночью также 0. Переходим к востоку края. На всей восточной территории пасмурная погода. В Дивно, Морсгире и Буденновске днем 0, ночью минус 1. А в Ипатово и Нефтекумске плюс 3 градуса днем и 0 ночью. Тем временем в Москве на Красной площади открылся знаменитый Гумко-Ток. Это его 15-й сезон работы. В честь юбилея зрителям представили фрагменты из мюзиклов Руслана и Людмила и Спящая красавица. А у нас каток открывают в Железноводске. Он заработает в середине декабря. Правда синтетический. Мы же на юге живем. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин